В Эстонии прошли муниципальные выборы, на которых безоговорочную победу одержала центристская партия. Центристы получили наибольшее количество русских голосов по Эстонии, а Эдгар Севиссар набрал в Таллине аж 40 тысяч голосов. К примеру, его ближайший конкурент Эрик Нелескросс набрал всего лишь 7 тысяч голосов. И сегодня мы обсуждаем эти муниципальные выборы с представителями партии «Большой четверки». В гостях у нас сегодня Вадим Белобровцев, новоиспеченный депутат городского собрания от партии «Социал-демократов». Добрый вечер. Лайна Рандьярф от партии «Реформ», вице-спикер Риги Когу. Здравствуйте. Ред Трей, представительное лицо партии ИРЛ. И доктор Виктор Васильев, депутат Риги Когу, Центристская партия. Да, добрый вечер. Уважаемые политики, у меня к вам первый вопрос. Как вы оцениваете предвыборную кампанию ваших партий с точки зрения взаимодействия с русскоязычным избирателем? Удалось ли вам достучаться до русских жителей Эстонии, а на этих выборах могли голосовать и серопаспортники, и граждане третьих государств? Вот как вы оцените программу ваших партий предвыборную? Начнем тогда с вас, Вадим. Ну, оцениваем по-разному. Нельзя сказать, чтобы была, скажем так, полная победа или полное поражение. В принципе, русский избиратель, ведь у нас традиционно считается, что это, скажем, житель Идовирусского уезда или, например, Таллина. Есть еще Палдиски, есть еще Локса, то есть некоторые такие точки в Харьевском уезде, какое-то количество русских есть в Тарту, в Пярну, в Валго. Если посмотреть, поэтому сказать, что так однозначно победили или проиграли невозможно. Где-то пошло лучше, где-то хуже. Если начать с Нарвы, например, то в Нарве, скажем так, социал-демократы показали не просто лучший в истории результат, а вместо нуля мандатов, который был с прошлых выборов 4 года назад, у нас этих мандатов теперь 11 в Нарвском городском собрании, это больше трети. И, соответственно, лучший результат первого номера социал-демократов в Нарве Евгения Осиновского, где он больше, чем почти в два раза опередил традиционного такого собирателя голосов в Нарве Михаила Стальнухина, это тоже, с моей точки зрения, очень большое достижение. Что касается других мест, выдавируем в Силаме, в Ковт-Лоярове, в каких-то других, скажем, в Айварской волости, например, у нас тоже теперь люди есть в городских собраниях. До этого не было вообще ни одного депутата после выборов 2009 года. Теперь у нас, по-моему, в семи самоуправлениях есть люди в городских или властных собраниях. Ну и в Айваре мы остались у власти и, соответственно, там продолжаем управлять. Если сдвинуться ближе к Таллину, то в Таллине, к сожалению, можно сказать, что наша компания, направленная, скажем так, в первую очередь на русскоязычного избирателя, она оставила желать лучшего. Результаты видны. В принципе, избиратели, для которых родным языком является русский, предпочли в большей степени голосовать более традиционно и привычно за центристскую партию. Здесь нам, конечно, предстоит провести работу над ошибками, выяснить, в чём была причина не слишком выдающегося результата и, соответственно, уже к выборам в Риге к оба 2015 года извлечь из этого соответствующие уроки и подойти надлежащим образом. Спасибо. В некотором смысле я хочу согласиться с Вадимом, который сказал, что была подготовлена компания, но не удалась так хорошо, как желали бы. С другой стороны, я думаю, что партия реформ никогда не разделяла избирателей на русскоязычных, эстонскоязычных. То есть программа, над которой мы работали и которую мы представляли всем жителям и в городе Таллине, и по всей Эстонии, она была связана тем, чего желают люди и нуждаются в местных самоуправлениях. То есть каждодневная жизнь и проблематика каждодневной жизни. И мы переводили на русский язык, конечно, у нас был перевод сделан, но не было отдельной программы или отдельных обещаний или каких-то разной информации. То есть на эстонском языке одна информация, на русском языке другая информация. Или специально для ласномерских жителей обещаем одно, а людям, которые живут в центре города, что-то другое. То есть партия реформ всегда относилась ко всем жителям, как к гражданам и не распределяла в своих компаниях их и на русскоязычных, и на эстонскоязычных. Ну что я могу сказать? Конечно, смотря на результаты и проанализировав, их еще не до конца проанализировав, но начали этот анализ, надо все-таки сказать, что стоит, наверное, в следующий раз подумать отдельно для этих людей, которые читают и на русском языке свой родной язык, русский язык. Наверное, надо будет относиться, как бы, может быть, больше потрудиться в этом смысле, чтобы донести до них свои идеи. Я думаю, что идеи были неплохие, что они для всех одинаковые, но просто они не дошли до избирателя, я вот считаю так. Но мы еще поговорим, почему они не дошли. Ряд, пожалуйста. Спасибо. Да, и партия ИРЛ, так же, как и реформисты, мы согласны тем, что надо делать программу для всех. Не так, что одни обещания для русскоязычного населения, другие для тех, которые говорят эстонский язык. Но я обращаю внимание на то, что в действительности те, которые говорят дома русский язык, это же тоже разные люди. Одни те, которые коренные жители Эстонии, они получили гражданство, потому что они уже здесь родились. Другие те, которые по натурализации, потом те, которые имеют серий паспорт, то есть они без гражданства. Еще есть категория, которые имеют российский паспорт. И они, у них тоже, у всех этих категорий разные ожидания, что они хотят от местного правы. И поэтому очень трудно сказать так, что делаем разные программы для этого, кто получил гражданство по натурализации, и того, кто действительно чувствует большую связь с Российской Федерацией. И мы тоже пошли, и делаем только одну программу. Конечно, мы говорили с людьми перед выборами, и будем говорить потом. Да, ожидали больше, но получилось, как получилось. Все-таки три места больше, и мы к этому рады, но хотим, конечно, еще делать свои выводы, почему те, которые говорят по-русски, то есть русскоязычное население, почему они захватили наши идеи. Почему они не захватили ваши идеи. Пожалуйста. Да, ну что, уважаемые, вот как вам здорово теперь объяснили, что, оказывается, нет у нас коренного населения оккупантов, а вовсе вот у нас вот такие вот категории с разными цветами паспортов, все очень хорошие, такие пушистые, все очень свои. Но, естественно, за два месяца до выборов так и на и есть, потому что заискивают перед всеми, потому что любой голос – это голос, и неважно, какого цвета у вас паспорт, все равно это голос тот, который обязательно всем нужен. Что касается партии центристов, то мы вообще не делали такой традиционной, что ли, пропаганды с различными там обещаниями, мы просто показывали то, что мы сделали, да нам это особенно и делать не надо, потому что в наших руках город Таллинн, а это практически половина населения Эстонии, потому что многие люди из Раквера, из Веру, из Виленди, они хоть и прописаны, так сказать, или в регистре состоят у себя, а на самом деле живут и работают здесь, в Таллине, все ресурсы собраны в Таллинн, так что, естественно, тут много делается, и есть возможность показать, есть возможность сделать и мероприятия с этим пресловутым чудовищем из нашего родного озера Иломеста. Ну и если кто-то нас обвиняет в том, что мы делали какие-то особые шаги в отношении русского населения, то нет, этого не было. Конечно, обвиняют вот Эдгара в том, что православную церковь он тут три раза открывал, но это также глупо, как сказать, что он открывал баню на улице Рауа, поскольку надеялся на голоса от грязных. Но на самом деле народ просто видит, где что делается в Таллине жизни, но вокруг не очень, так что народ сделал свой выбор. Господин Васильев, тогда давайте начнем дискуссию с вас. Вы сказали, что центристы не поднимали вопрос таким образом, что вот мы, русские, пойдем голосовать против эстонцев. Но я вам напомню, что за день до выборов Яна Том выпустила видеоролик, которым призывала русских идти голосовать против коалиции русофобов. То есть она конкретно сказала в этом ролике, вы должны проголосовать против коалиции русофобов, иначе они захватят власть и сразу же моментально чуть ли вас всех не депортируют на следующий день. Вот вы как коллега Яны Тома, можете с ней в этом согласиться или наоборот сказать, что Яна Тома действует от своего имени, и такие высказывания порочат репутацию центристской партии? Вот как вам кажется, как интеллигентному человеку, как доктор? Правильно это или нет? Докторат тут ни при чем. То есть если у меня такие высказывания можно рассмотреть в разных плоскостях? Естественно, смотря как рассматривать, что касается русофобов, то пусть земля у них под ногами горит, потому что для меня лично никогда вопроса о национальности не существовал. Я вообще до 35-го года жизни, что ли, как-то не думал о том, какая у меня национальность, ну что у меня с этим не существовало. Но вы согласны с тем, что сказала Яна Тома? Если касается Яны, то Бог ей судья. Перестаралась Яна, конечно, когда вот этот ролик сунула в Ютубе, где он там еще был. Так что у нас в партии 14 тысяч человек с лишним, так что мы очень разные люди, потому что мы представляем большинство населения Эстонии, то есть мы представляем очень и очень разных людей. И естественно, в верхушке партии у нас тоже разные люди. А у Яны, у нее свои избиратели, люди, которых она поддерживает, с ними она работает, так что не совсем я, не во всем я с Яны согласен, но мои товарищи по партии не во всем согласны и со мной, потому что у нас существует разъяснение. Это понятно, но согласитесь, оскорбление своих коллег по парламенту за один день до выборов с целью набрать голоса русских, тем самым их запугав, ведь вы понимаете, что в политтехнологии использовался элемент запугивания, это было неправильно. Вы правильно сказали, Бог ей судья, и говоря о Боге, лайнер, лайнер. Да, очень интересно, что теперь будет. Хотел бы поговорить о партии Рефорум, о вашем кандидате на пост мэра. Мне кажется, что была совершена ошибка. Я не хочу льстить, но мне кажется, с точки зрения политтехнологий, если бы поставили вас кандидатом, во-первых, женщина, я не в плане того, что тут сексизм какой-то нужно использовать, а именно женщина, единственный кандидат, уже априори больше внимания, раз, два, вы позиционируете себя как православная женщина, ходите в храмы и так далее. То есть симпатии русскоязычного населения Таллина тоже могли быть на вашей стороне. Почему этого не произошло? То есть чем, извините меня, думали политтехнологи партии Рефорум, когда они выставляли рамперы, которые обещали посадить в основное много деревьев и сделать развязку юльности? Эти же обещания, они сердца не затрагивают людей, вы понимаете? Ну, во-первых, я хочу некоторые вещи поправить, которые вы сказали. Действительно, меня связывает с православием то, что моя мама православная, и мои бабушка, и прабабушки были православные, и у меня имеются некоторые иконы, то есть связь с православной церковью не через то, что я сама. Я сама лютерянка, я на всяком случае это скажу, чтобы не осталось неправильного просто мнения, но поскольку сегодня свободное время, в этом смысле, что и православные лютеряне могут быть между собой женаты, то есть мой отец лютерянин, и мать моя православная. Так что это просто объяснение на... Да вы часто посещаете тем не менее православные... Да, я посещаю, действительно, я посещаю очень многие церкви, это уже от этого тоже, как бы традиционно, когда я работала министром культуры, и у нас были программы церковные, то есть инвестиции в церкви, то я была связана со многими церквями по всей Эстонии, и с удовольствием их посещаю. Я также дирижер церковного хора сейчас здесь в Таллине, смешанного хора церкви Иоанна, Ямани Кирик, и поэтому жизнь церковная мне совсем не чужда. Но что касается все-таки того, что... Я хочу маленькую дискуссию сейчас все-таки начать, и сказать, что кроме этого ролика, Яны Том, были еще бумажные приготовленные листочки, которые были посланы в Лас-Намэске почтовые ящики, и также в Кухья-Таллин. То есть это было подготовлено реально уже партией, потому что одни были подписаны Крамсависаром, которые были в Лас-Намэ, и они предупреждали людей не только от Ирль и реформ, они также предупреждали от социал-демократов, то есть всех тех, которые сегодня в оппозиции в городе Таллине. А то, что касается листовки в Кухья-Таллине, она была анонимная, но все-таки как-то через социальную медиу вышла информация, что она была произведена в центристской конторе центристской партии. То есть в этом смысле, конечно, нельзя сказать, что это была слишком честная кампания, что говорили только о том, что сделали. И, конечно, в политической борьбе, наверное, всякие меры берутся, чтобы победить. То есть каждая партия имеет цель, чтобы победить, но вот просто это действительно должны решать жители. Сейчас жители решили, что они поверили этим листовкам, которые говорили неправду. Я хочу сказать, они там действительно лгали, и не только листовки. Реклама, которая бежала по ББК, тоже рассказывала, что если будете выбирать всех остальных, то у вас и не будет детских садиков и мест. Мы это все знаем. То есть что я хочу сказать, что это испугивание людей, элементы запугивания были не только у Яны Том, а все-таки у всей центристской компании. И все-таки вы можете ответить на мой вопрос? Как вы считаете, ошибка то, что не назначили вас кандидатом? Я считаю, знаете что. Вальто Рандпере был выбран людьми, которые пришли 17 августа. У нас была предвыборная кампания между четырьмя кандидатами в кандидаты мира. Была Билли Асависар, был Юрген Лики, была я, был Вальто Рандпере. В конце концов, осталось два кандидата, Вилья и Вальто. И между ними сделали выбор не контора, не партия, а люди, которые пришли на это собрание. Они его выбрали из 70% от этих людей, которые были на собрании, решили, что это будет Вальто. И я считаю, что если это такой был демократический процесс, то это правильно. Люди верили в него. И я не знаю, сегодня мы получили новость, что Андрей Санвель тоже отступил от своего поста, потому что он недоволен тем, как у него получилась вся эта кампания, этими результатами. И он взял политическую ответственность. То есть его тоже, я не знаю точно, как этот процесс, как его назначили или выбрали на это место. Но просто, если есть четыре разные партии, или тут шесть, или разные еще списки, которые баллотировались, то кто-то один выигрывает, а все остальные ведь проигрывают. То есть, что же делать? Да, по сравнению с Эдкером Сависаром, Вальто Рангпере не выиграл. Также не выиграл Андрей Санвель, также не выиграл Эрик Ниллес Кросс. Так и есть. Но Вальто Рангпере не выиграл, по сравнению с Эриком Ниллесом Кроссом тоже. Да, ну мы можем сделать эту очередь. Но знаете, дело в этом, что вы сказали, что по сравнению с Эдкером Сависаром Эрик Ниллес получил мало голосов. Но Эрик Ниллес баллотировался в центре города, где вообще-вообще всех голосов, наверное, было 30 тысяч. Там жителей больше нету. Так что он не мог получить 39 тысяч голосов, поскольку, я думаю, что надо нам считать... 44, да. Но мы не можем считать голоса, мы должны считать процент, который получает кандидат от этих всех голосов. То есть, это трилативная система, мы должны посмотреть, а не реальную цифру голосов. Но справедливости ради, можно сказать, что никто не мешал провести хорошую кампанию и понадеяться набрать большое количество голосов и властными, никто не мешал там, где у него кандидата. Нет, никто не мешал. Там нелегко я баллотировалась в властной мере. Вадим баллотировался в властной мере. Вы баллотировались. Я получила около 300, меньше 280 с чем-то было у меня голосов. У вас было 218. Не знаю, сколько у вас было. Там не было легко баллотироваться. Там было очень трудно. Вадим, перед выборами многие рассматривали социал-демократов как ту силу, которая может забрать голоса недовольных политикой правых партий и забрать голоса тех молодых русских, которые разочаровались в центристской партии. Вот почему этого не произошло? Ведь по результатам мы видим, что даже если удалось забрать энное количество голосов, оно недостаточно велико, чтобы занять там, например, второе место. Ну, здесь, как мне кажется, во-первых, Лайна сказала правильную вещь, что очень сильно использовалась правящей центристской партией тактика запугивания на самом деле. Потому что мы все видели эти листовки, в которых обещалось, что если вы не проголосуете за правильную партию, то есть считаете за центристскую партию, будет отменен бесплатный общественный транспорт, будет отменена прибавка к пенсии, льготы на лекарства и так далее. За пару недель до выборов председатель городского собрания Томас Витцут разослал всем подчиненным, скажем так, всем работникам городского собрания письмо, в котором написал, что поблагодарю за работу, вы все молодцы, но сами понимаете, что если вы сделаете неправильный выбор, то, в общем-то, все вы останетесь без рабочего места после выбора. Вот такая тактика, она использовалась очень много и она, конечно, в первую очередь была направлена именно на русскоязычного избирателя, который, как известно, социально-экономически зачастую живет хуже, чем его, скажем так, эстонский коллега или там, как это выгодит сказать, человек, который живет с ним в одном и том же городе. И поэтому это была одна причина, люди действительно испугались. На самом деле, поскольку тактика запугивания, она использовалась для того, чтобы людей запугивать, для этого, в общем, удалось, в этот раз люди испугались и во многом именно поэтому все-таки проголосовали именно за центристскую партию. Не умаляя достоинств центристов, действительно, они провели компанию очень, так скажем, масштабно, открывалась масса новых мест. Виктор уже упоминал открытие бани на Рауа. Правда, вот буквально вчера была новость о том, что баня в итоге оказалась недоделанной, и сейчас надо доделывать, достраивать. Это еще раз можно открыть, как и церковь тоже есть. Через 3-4 года. Ну, я надеюсь, что баня все-таки можно и побыстрее. Но дальше, что касается нас, все-таки, ну, здесь дело не только в том, что центристы хорошо или плохо выступили, или там запугивали людей, или нет, но то, что касается нас, к сожалению, буквально за, ну, наверное, месяц, да, или около того, может быть, даже еще меньше, до этого кандидат на пост мэра Таллина Андрес Андвельт выступил на телевидении с таким, скажем так, мягко говоря, двусмысленным заявлением, которое очень многие восприняли как создание коалиции с двумя правыми партиями. И это, на самом деле, как мне кажется, оттолкнуло не только русскоязычного избирателя, но и некоторых эстонноязычных избирателей, потому что мы все-таки партия левая, и люди очень часто голосуют за социал-демократов именно как за левую партию, альтернативную, центристскую партию, которая тоже позиционирует себя как левая партия. И, ну, что касается именно русского избирателя, такой сигнал для них, что здесь непонятно, что это происходит. Даже если они до конца не поняли, скажем так, есть какая-то договоренность о коалиции, нет никакой-то договоренности, в любом случае, что называется, от греха подальше, лучше проголосовать за более привычный вариант, лучше проголосовать за тот вариант, который точно совершенно говорит, что они, значит, вот никаких коалиций не заключали. Хотя через несколько дней, буквально после того, как Андрес Андреевич с таким заявлением выступил, Эдгар Сависаров в средствах массовой информации заявил, что Центрическая партия открыта для переговоров после выборов абсолютно со всеми партнерами. То есть не только даже с представителями четырех партий, которых мы видим, скажем, сегодня здесь, но и, скажем, с националистами вроде семьи Хельми, да, и так далее, и так далее. Но это уже никого особо не смутило, наверное, среди прочего, потому что социал-демократам было очень тяжело донести свою информацию до русскоязычного избирателя. В этом смысле правящей партии это делать гораздо проще, используются городские средства массовой информации, используются городские газеты, районные газеты, используется таллиннское телевидение на эстонском языке, Первый Балтийский канал на русском языке. И таким образом, ну вот эта массированная, что называется, такая информационная атака, с ней, конечно, очень тяжело соревноваться, потому что у нас городских денег нету, мы их не распределяем, а партийных денег, я думаю, что и у Центриста бы не хватило для того, чтобы столько информации на русских людей вывали. Я сейчас дам слово, это так, но тем не менее, я слышал неоднократно от ваших коллег по партии, что социал-демократы избрали политику невмешательства и адекватного реагирования, то есть даже называли это цирком, клоунадой, имелось в виду противостояние с Сависарой и Гроссой. Все-таки, может быть, недостаточно и вы себя активно ввели, не только не хватка ресурсов, но и слабая активность? Возможно, это тоже, конечно, сейчас обсуждается, мы сейчас анализируем результаты выборов, смотрим, в чем были недочеты, где были какие-то ошибки и действительно, ну, с одной стороны, заниматься откровенным балаганом или цирком мы не хотели с самого начала и не хотим до сих пор, но что касается того, что, может быть, мы были действительно слишком такие спокойные, слишком рассудительные и разумные, может быть, накануне выборов, это не очень правильная позиция с той точки зрения, что запоминается что-то такое, что называется из ряда вон выходящее. Агрессивная. Да, может быть, даже чуть агрессивная компания. Мы все-таки вели себя слишком, может быть, мягко в этой ситуации, но посмотрим, что будем делать в следующий раз. Возможно, будем более агрессивными, но постараемся быть агрессивными в хорошем смысле этого слова. Слушайте, это насчет какого-то, секундочку, я еще не сказал, я вам обязательно дам слово, после того, выскажется госпожа Трей. Госпожа Трей, вот как мне кажется, голоса русскоязычных молодых избирателей по сути забрала на себя ваша партия, потому что многим симпатичный кросс, его вот эти вот акции против антикоррупционной в городе и так далее и тому подобное. Ну, вы, Вадим, махаете головой, но я знаю, что среди моих знакомых русских и друзей многие предпочли проголосовать за ИРЛ, хотя изначально их симпатии были на стороне социал-демократов. То есть компания ИРЛ заставила их поменять свое мнение. Это реально так. Но вот вам не кажется, что, возможно, у вас очень хороший сайт на русском языке, в социальных сетях вы себя ведете активно на русском языке тоже. Вам не кажется, что вы немного ограничили себя и не стали взаимодействовать с пенсионерами и с людьми, кому уже за 40? То есть вы решили, что вы будете иметь контакт и будете как-то вести активность, пропагандировать свои идеи только на молодое русскоязычное население? Что вот вы уже не видите возможности убедить пенсионеров и пожилых людей голосовать не за центристов, а, например, за партию ИРЛ, лотун, который делаем эстонское дело? Это правда, что действительно молодые, образованные русскоязычные люди стали голосовать за ИРЛ, и действительно, я думаю, что где-то 500 голосов властанное от социал-демократов после такой компании Эрика Кросса пошло в карман ИРЛ. Это правда. Но то, что мы не обращаем внимание на пожилых людей или людей 40+, я тоже 40+, даже 50+, я очень сама наблюдаю о том, что была именно эта группа тоже среди ну, среди как это на русском внимания, центре внимания. И как мы делали эту компанию? Трудно сейчас сказать. Мы спрашивали у людей, что и какие у них заботы, чего они хотят от новой городской власти? Какие у них ежедневные заботы? Какие у них заботы через 5 лет или через 10? И ответы были разные. Кому-то действительно было очень важно, что сохранился бесплатный транспорт, хотя среди пенсионеров это не очень уж такая проблема, потому что у них так или иначе бесплатный транспорт. Для очень многих людей была проблема, будет ли дальше, власть меняется, у них это добавка на пенсион, то это значит, что люди думают во-первых, только про себя и что для него благо, а не для того, что для общины. Это очень болезненный вопрос, потому что я видела очень много таких людей, эстонцев и русских, которые не могли думать дальше от себя, от своего дома. И вот я думаю, не надо сейчас говорить о том, как мы делаем пропаганду среди тех людей, которые уже немного прослее, чем эти молодые, которые за кроссы голосовали, но думают о том, как дойти до них и показать, что мы тоже можем делать что-то такое, и это и есть работа города, это и есть городская власть, которая должна заботиться. То, что говорят, что центристы только работают. Правда, они наработают, потому что они власти, мы не можем ничего делать. Часто спрашивают, почему Рекор ничего не делает, почему не делать ничего СД и ИРЛ, но мы не можем делать, по оппозиции в Таллине делать что-то, это уже невозможно. Часто еще используют аргумент, что у них никогда не была власть, ну имеется в виду, что в Таллине. Но было, было, но это уже 8 лет тому назад, последний раз все забыли. Это было в 2005 году кончилось. Я пропаганда сказал не в плохом смысле этого слова, что действительно доноси свои идеи до пожилого поколения тоже, потому что маленькая история, что человек, например, хочет голосовать за социал-демократов, за партию реформ или за партию ИРЛ, но в его семье все голосуют за центристов, и каждый день об этом говорится, например, за обеденным столом. И, конечно же, ему сложно сохранить себе вот этот порыв голосовать не за центристов. Это могут сделать единицы. Это, конечно, очень большая проблема. Господин Васильев, я дам вам слово, обещал отбиваться. Действительно, в ситуации, когда мы выиграли выборы, мы стоим как стена, но за этой стеной все остальные вроде бы как стоят и плюются в эту самую стену. Бог вам помощь, караван идет дальше. Что касается центристов, центристы, они не потому работают, что они у власти, а они у власти потому, что они работают. Центристы не всегда были, я вас не перебивал, центристы далеко не всегда были у власти, и что касается письмовиц, вот, о своем подчиненном, то я-то прекрасно помню, когда менялась власть, когда реформисты приходили к власти в городе, то выкидывали всех подряд, так как честный человек, он, естественно, предупредил своих подчиненных. Что касается листовок подметных, писем, там, и так далее, то в ваших руках, у вас экспресс-группа, у вас пост-имес, у вас все телевизионные каналы, радио, эрер и так далее, ну, вот мы делаем, что можем. Что касается, что где-то в социальной медиа вы нашли там какие-то следы, ну, ищите, пожалуйста, дальше. Если уж кидаться грязью, я как джентльмен не стал просто вас прерывать, но я ведь тоже могу вытащить всякие факты, хотя бы то, что ходили по моему участку вот в Хабарсе, там где я четыре с лишним тысячи голосов получил, не двести, не триста. Ходили ваши реформисты по квартирам, и если они где-то видели, что лежит человек больной или инвалид, то они говорили, а мне люди докладывали о этом, говорили, не надо никуда звонить, не надо никуда писать заявление, к вам придут. Вот такой вот обман, что к вам придут с этим самым ящиком. Вот такие вот дела. Ну, конечно, грязи много всякой можно вытащить, но партия центристов не занимается грязью, она работает, потому что партия центристов, Вадим, никогда не была левой партии, и не конкурент вам, и вы нам не конкурент, потому что партия центристов, это правоцентристская партия, чтобы вы знали, состоит в либеральном интернационале, а то, что ваши избиратели, которые должны голосовать за вас, почему-то доверяют больше нам, но это, извините, ваша проблема. Но факт-то в том, что мы у власти 8 лет, факт тот, что у нас и общественный транспорт, и добавки в пенсии, компенсационные лекарства, и чего только у нас нет, и, естественно, народ боится, что власть поменяется, этого не будет, а, впрочем, предвыборную кампанию об этом так и было заявлено, что и бесплатного транспорта не будет, и многого не будет. Так что народ проголосовал за стабильность. Вадим, пожалуйста, первый. Ну, насчет того, что у вас есть экспресс-групп, постимес и так далее, это мне напоминает старый анекдот, вы знаете, когда звонит Рубинович в КГБ и спрашивает, правда ли, что евреи продали Россию, ему говорят, да, и чего тебе надо, он говорит, мне хотелось бы узнать, где я могу получить свою долю, вот, мне тут очень интересно, где бы я мог получить долю, если экспресс-групп, или постимес, ну, или хотя бы какое-то предстоительство, такое же, как, скажем, центристы имеют в городских средствах массовой информации, то есть, грубо говоря, 100%. Так купите себе телестанцию, это не только. Нет, ну вот, вы же не можете себе купить телестанцию на партийные деньги, вы за городские деньги покупаете. Нет, ну, спасибо большое, что вы сравнили, значит, наши, вот, талинское телевидение, наши районные газетки с мощным, вот, этим оружием, которое находится в направлении. С праведливости ради нужно сказать, что, как мне кажется, что индекс цитирования от центристской партии тем не менее. Ну вот, продолжая дальше, ну, для меня, скажем так, и даже интересно, что центристская партия прессионирует себя как правая партия, я думаю, что некоторым вашим избирателям было бы тоже это интересно услышать, на самом деле. Вот, что касается... Ну, я не услышал, кстати. Да, что касается тактики запугивания, скажем так, если людям не присылать листовки на дом в почтовые ящики на двух языках, где конкретно говорится, что если вы сделаете неправильный выбор и не выберете центристскую партию, то вы потеряете то это, это и это. Мне кажется, что люди сами по себе не боялись бы, скажем так, что они этого всего лишатся. А им здесь постоянно об этом напоминают. Ну, и кроме того, социал-демократы никогда не говорили, что, говоря о власти, они общественный транспорт отменят. Более того, мы знаем, что в 2005 году это было наше предвыборное обещание. Тогда социал-демократы впервые предложили в рамках своей предвыборной программы бесплатный общественный транспорт в столице везти. Вот тогда центристы почему-то не были согласны с этой идеей и в итоге его не ввели. Ввели его спустя много лет в предвыборный год, но это, я думаю, совпало просто. А все остальные вещи, опять же, прибавки к пенсии, льготы на лекарства и все прочее, никогда мы, например, социал-демократы не говорили о том, что мы это будем отменять. Поэтому, не знаю, чего здесь могли бы опасаться люди, что если бы мы пришли к власти, вдруг бы все это куда-то потерялось. Общественный транспорт и мне тоже интересно теперь слышать от Виктора Васильева, что вроде кто-то сказал, что этого уже не будет. Наоборот, мы сказали, надо думать, надо рассчитать, сколько на эти денег пойдут. И, во-первых, я хочу сказать, что где-то год назад я была в студии ПВК и мы говорили тоже по общественному транспорту и тогда все защищали, господин Глинский был там, госпожа Черногорова и сказали опять про маленьком швейцарском городе Хассельт. Вот там общественный транспорт бесплатный. Мы будем так же делать. Действительно был этот город бесплатным транспортом, но с марта месяца уже там нет бесплатного транспорта, потому что средств не хватало на это. Хотя там была только одна автобусная линия бесплатная. Я думаю, что Центрическая партия через год, через полтора видит, что это средств просто нет, чтобы одержать бесплатный транспорт. Те люди, которые уже писали себе в Таллин и подоходный налог идет в Таллин, их уже больше не будет. Может, будет 500, тысячу, но не больше. И где-то есть граница. Я просто хотела подчеркнуть, что такая демагогия и этот стиль выступления, который господин Васильев сейчас нам представил, это как бы и объясняет и очень хорошо характеризует всю компанию, которую все-таки центристы проводили. Тут демагогия, и тут то, что вы тут стойте за стеной и стойте, и Бог вам в помощи, и смотрите, как сами можете. Тут информация об этом, что как бы Ранпер что-то сказала об этом транспорте, наоборот, если люди имеют еще на руках эти программы, которые мы тоже распространяли, которые также на русском языке, там видно, абсолютно ясно, что никакого общественного транспорта мы не хотим обратно на день заплат платное перевезти, даже если вспомнить, что у нас наш почетный президент Сим Карлас очень поддерживал на европейском уровне бесплатный транспорт, он об этом говорил и здесь на конференции, и были разные статьи в газетах, так что сказать, чтобы это наша идеология была бы в сторону платного транспорта, естественно, я согласна с госпожой Треей, что всегда надо смотреть, какие есть финансовые возможности, потому что просто если у тебя нет денег и у тебя в углу не стоит мешок с деньгами, то есть нет возможности и надо посмотреть, чтобы были уравновешены все разные проблемы, которые в городе есть принцип местного управления, тут не только транспорт, тут детские садики, тут пожилые люди, тут действительно здравоохранение, дороги, почему мы совсем не говорим об этом, что делается под дорогами, у нас под дорогами есть и провода, и вот эта канализация, которая уже давно остарела, то есть об этом мы ее не видим, и никто не говорит об этом, что все-таки надо и туда деньги, и в бюджет ставить деньги, чтобы один день не было аварии во всех городе, что у тебя вообще не будет ни тепла, ни воды, то есть мне это кажется, когда может быть кощунство, что сейчас говорят только об этом, что идет человеку в карман, и я думаю, что проблемы города, они гораздо, гораздо шире, мне повелось пять лет тоже работать в мире города Тарту, это конечно четыре раза меньше город, чем город Таллинн, но в принципе проблемы людей такие же, все равно, где они живут, в маленьком или большом городе, и что я хочу сказать, что гражданам в принципе очень мало интересует мировоззрение или политика, потому что его интересует и волнует каждодневная жизнь, и это самое, самое главное. То есть я думаю, что здесь просто нельзя играть на таких чувствах людей, еще раз говорю, что запугывание, такое высокомерие к другим, к своим оппонентам или коллегам, и что я хочу сказать, что в каждом городе всегда лучше, если там в коалиции есть хотя бы две партии, а три еще лучше, потому что тогда будут представлены разные интересы, и это будет уравновешено, то, что всегда, когда только одна партия, и у нее нет оппозиции, такой внутренней оппозиции реально, тогда это не будет хорошо работать. Последнее слово. Ну что, в Таллине я единственный из вас, кто 10 лет работал в системе Таллина, поэтому я знаю, как и что делать, я знаю то, что общественный транспорт всегда на 70% датировался, мы добавили только 30%. Я помню прекрасно, как коалиция реформистов и РЛ продала за одну крону все трубы, которые под асфальтом Таллина в Весе, и многое я знаю, конечно. И время, к сожалению, заканчивается. Расскажите потом. Но давайте жить мирно, потому что избиратель, это что нужно, чтобы он эту власть вообще не видел и не чувствовал. Идеальная власть, которая не чувствуется, не видится, но дела делаются, транспорт ходит, вода из крана течет, электричество в проводах есть, свет горит, и по телевизору показывают. Правильно, вы меня как раз повторяете, вы меня как раз повторяете, спасибо вам. Все, время уже закончилось. Напомню, что это была общественно-политическая передача «Многоточие». Меня зовут Владислав Копулков, сегодня у нас в гостях были представители партии «Большой четверки» это Вадим Беллобровцев от партии «Социал-демократов», Лайни Ремлиев от партии «Реформ», Ред Трей от партии «ИРЛ» и доктор Виктор Васильев от «Центрической партии». Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин